Музыка Ну что, Матрёна, прокатимся на телеге? Серёжа, поедешь с нами? Нет. Почему? Высоко очень падать. Ну, мы поедем одни. Давайте. Тем, кто пешком гуляет по Кимеру, рекомендую зайти в этот маленький исторический музей под открытым небом. Оказаться здесь можно, приехав на автобусе или машине. Стоимость билета 5 долларов. Часы работы с 10 до 24 часов. Вы совершите некое перемещение в прошлые времена, когда жили кочевые племена Йорука. Этот народ жил на высококорном платое, и главным источником дохода являлось скотоводство, а на время холодов они направлялись в долину. Однако так не делали другие тюркские народы. Поэтому до сегодняшнего дня в Турции сохранилась традиция называть хоруками неутомимых и предприимчивых людей. Этнографический парк представляет собой аутентичную деревню, которые воссоздали бытовые условия и уклад турецкого племени. Предметы обихода, обряды, костюмы. Туристов угощают здесь блюдами традиционной кухни, в числе которых больше всего выделяется водяной борик. Водяной борик представляет собой пирог с различным содержимым. Йорук расположен на полуострове, его окружают сосновые рощи. На террасе расположено кафе, в которых можно отведать чашечку кофе, выпурить кальян и оглядеть кемер. Парк Йорук бережно хранит традиции далекого прошлого, словно возрождая культуру кочевых племен. Их корни, история, происхождение входят в Среднюю Азию. Источником существования этих людей являлось животноводство. В основе идеологии народа лежит любовь к природе и гармоничное единение с ней. Постепенно эти племена перекочевали в славящуюся своими богатыми пастбищами и зимовьями дотолию. По жилым, хозяйственным и культовым строениям, расположенным на территории музея, посетитель может составить наглядное представление о всем богатстве и своеобразии духовной культуре и жизненного уклада этого народа, владевшего тайнами гармоничного существования с природой. Атмосферу пребывания в настоящей деревне кочевников создают подлинные предметы, материальные и духовные культуры и оруков. Летом и зимой в музее действует стационарная экспозиция. В этом собрании есть достаточно редкие предметы. Здесь можно увидеть ткацкий станок для ковров. Это искусство опирается на очень старые традиции, кочевой образ жизни требовал, чтобы жилье и домашняя утварь были наилегко переносимы. Ковры, отвечающие этим требованиям, выполняли важную роль в жизни юрков. Ткацкие станки были почти в каждом шатре палатки. Шатры юрков сотканы в форме полотнища из черной козьей шерсти. Они состоят из семи полотен. Так как полотнища ткут довольно разреженными, то создается возможность проветривать шатер и наблюдать изнутри двор. В парке Юрук вы сможете полюбоваться красотами природы, прикоснуться к культуре древних кочевых народов, отдохнуть в традиционном турецком шатре и испробовать национальные турецкие блюда, познакомиться с работой ремесленников и этнографическими экспонатами открытых выставочных залов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова